Всем привет! В этом видеоролике я расскажу, как зимой правильно пользоваться системой отопителя салона. Печки, кондиционеры и так далее. Как их правильно включать при прогреве и как этим всем пользоваться во время движения. Поехали! Для многих, конечно, тема может показаться, ну уж совсем элементарной и зачем тратить на это время, да? Но тем не менее, ребят, канал у нас все-таки для начинающих водителей и мне в комментарии, в личку поступает очень много подобных вопросов. Поэтому, чтобы мне их постоянно не отвечать, мне проще вам сейчас как бы сделать один раз ролик, потратить на это время там, ну и показать все на практических примерах. Итак, в любом автомобиле у нас есть система вентиляции и отопителя салона. Как этим всем пользоваться летом? Про кондиционеры клибоконтроль есть. Вот сейчас вот тут подряд пробегут отдельные видеоролики, вы можете это все просмотреть, чтобы мне не повторяться, я про это говорить ничего не буду. Я лишь вкратце напомню, что у этой системы находятся, как правило, три регулятора. Находятся они посередине автомобиля, на панели приборов, либо на торпеде, как ее называют. Одним регулятором мы регулируем температуру обдува. Вторым регулятором мы регулируем скорость работы вентилятора, то есть насколько сильно будет дуть. И третьим регулятором мы регулируем направление обдува, куда у нас будет дуть тот воздух, который мы задаем. В ноги, на стекло, на нас из средних вот этих воздухозаборников, дефлекторов, как их называют, ну и так далее. Пользуемся регулятором температуры, но это как на кухне кран, да, синяя зона это холодный воздух, красная зона это горячий воздух, да, чем больше вы делаете на красную, тем больше будет дуть горячий воздух. Регулятор, который задает силу обдува, насколько сильно будет дуть, то же самое, вы крутите колесико, либо у вас 1, 2, 3, 4, либо просто у вас полосочки добавляются, так, но увеличение, уменьшение. Чем больше вы их крутите, тем сильнее будет дуть. Ну а как направлять воздух в каждой машине немножко по-разному, ну либо кнопочка будет мод, вот это вот, либо у вас будут отдельные кнопки, там, на стекло, в ноги, там, и так далее. Может быть еще регулятор в виде вот такой вот крутилки. Вам просто нужно знать значки по стрелочкам, вы можете легко понять, куда будет дуть воздух. Итак, как правильно включать систему вентиляции салона и куда направлять, какой температуры, когда вы подходите к автомобилю, минус на улице, да, зима, он у вас замерзший, весь в нигу, ну и так далее. В первую очередь нужно запустить двигатель, чтобы у вас прогревался и салон, и сам двигатель. Ну и соответственно установить на минимальный обдув на стекло, на лобовое стекло для того, чтобы по мере прогревания двигателя воздух тоже прогревается и стекло у вас начнет отходить. И обдув на лобовое стекло нужно сделать практически сразу после запуска двигателя. Почему? Потому что если вы включите обдув на лобовое стекло только после того, как прогреете двигатель, то будут очень резкие перепады температур. То есть должен напомнить, что вы хоть тридцатку можете регулятором сделать горячий воздух, но пока двигатель не прогреется, у вас этому воздуху горячему неоткуда взяться. У вас все равно будет дуть холодный воздух. Поэтому если вы сначала прогрели двигатель, а потом резко на всю включаете на лобовое стекло, на улице минус, а здесь такой огромный плюс. Конечно же стекло может треснуть. Поэтому вы сразу после запуска двигателя ставите на единичку, максимум на двоечку, обдув на лобовое стекло. А вот когда уже двигатель будет прогреваться, а оно у вас, например, все во льду, вы уже потихонечку добавляете. Если весь автомобиль у вас в снегу, во льду, то есть все замерзшее, естественно, заднее лобовое стекло тоже замерзшее. Вот так вот выглядит кнопочка обогрева заднего стекла. Что касается зеркал, так вот у многих, если у вашей комплектации есть обогрев зеркал заднего вида, то при включении данной кнопочки, скорее всего, включится и обогрев зеркал. Редко, но бывает, например, вот Volkswagen Polo, как вы сейчас видите на примере, этот обогрев зеркал включается отдельно и вот этим вот регулятором. Поэтому посмотрите, как в вашей машине. Что еще хотелось бы сказать про обогрев заднего стекла? Во многих современных автомобилях, практически во всех, наверное, в 90% случаях, он отключается автоматически. То есть не удивляйтесь, если вы кнопочку нажали, она у вас загорелась, иногда на панели приборов тоже загорается соответствующий значок, а через 10 минут, бац, и что-то у вас опять все там запотело, и кнопочка не горит, лампочка не горит на панели приборов. Это нормально, автомобиль самостоятельно его отключает, чтобы там не шла лишняя нагрузка на генератор и так далее. Если вы в движении видите, что у вас снова запотело заднее стекло, вы нажмите эту кнопочку еще раз. Если в комплектации вашего автомобиля есть другие обогревы, сидений, руля, лобового стекла, конечно же, этим тоже нужно пользоваться. Лобовое стекло, значок выглядит вот так, обогрев руля выглядит вот так, но обогрев сидений тоже выглядит вот так, и он может быть расположен между сидений, на панели приборов, ну и так далее. По поводу обогрева лобового стекла, если в вашем автомобиле присутствует такая функция, вы тоже должны понимать, что как только вы эту кнопочку нажимаете, у вас сразу стекло не отойдет. Должно пройти во всех машинах немножко по-разному, да, ну вот, например, у меня в Volkswagen Polo есть обогрев, только минуты через, наверное, 2,5-3 идет какой-то эффект, я вижу потемнение и начинает отходить. После того, как вы обеспечили себе хороший обзор, почистили автомобиль, прогрели двигатель, дальше пользоваться как? Как в движении это все включать? Ну, конечно же, это зависит от температуры воздуха и от условий климатических, которые вас окружают. Если на улице минус 30, то, конечно, вам уже нужно будет добавлять и на троечку, и делать максимально горячий воздух, и в салоне еле-еле у вас может быть поддержана там 24 градуса температура, да. Если на улице минус 1, минус 2, то вам будет достаточно единички или двоечки с обдувом на стекло, и вы уже не замерзнете. Самое главное, чтобы в процессе управления обдув у вас был на стекло. Ну, а когда дует на лобовое стекло, как правильно из маленьких таких отверстий, дует еще и на боковые стекла, чтобы у вас не потели боковинки в районе зеркал заднего вида. Друзья, после того, как вы прогрели автомобиль, лично я пользуюсь вот таким вот режимом. Я его называю зимний. То есть, когда вы прогрели автомобиль, лобовое стекло у вас отошло от снега и льда, вы его почистили. Я ставлю вот такой режим, чтобы одновременно дуло и на лобовое стекло, и в ноги, чтобы в процессе управления автомобиля не потело стекло, и ноги были тоже в тепле. Вот это вот мой такой любимый зимний режим, уже когда я еду в движение непосредственно. А когда салон у вас уже полностью прогрелся, вы это можете почувствовать, что вам попе становится жарко, рукам, если у вас есть обогрев на руле, естественно, все эти обогревы нужно выключать. Вы должны знать, чем больше у вас обогревов работает, у вас и печка фигачит, и музыка там, и фары, возможно, тем больше идет нагрузка на генератор, а это, соответственно, отжирает мощность у двигателя. То есть, маленький, чуть-чуть там совсем, да, но будет больше расход топлива. Пару слов должен сказать о ресликуляции воздуха. Это вот эта вот кнопочка. Воздух в салон может идти с улицы, забираться, а может гоняться внутри салона. В обычном режиме пусть он у вас всегда идет с улицы. Просто когда вы нажимаете кнопочку, чтобы у вас воздух брался внутри салона, стрелочка вот так вот внутри салона нарисована, вы можете, ну, чуть-чуть быстрее прогреть салон, потому что воздух, когда у вас печка дует, не берется с улицы. Лично я этим пользуюсь совсем сильный мороз, а так я практически никогда не трогаю эту кнопку, то есть воздух всегда берется с улицы. Но должен вас предупредить, вы, например, прогрели салон и забыли отключить данную функцию, да, то есть воздух у вас продолжает браться внутри автомобиля и гоняет все по кругу здесь, да, с улицы не берется, не освежает, не обновляется воздух. Вы дышите, на улице холодно, здесь у вас становится тепло и относительно влажно, естественно, у вас все начнет потеть, даже при работающей печке. Поэтому обязательно, обязательно выключайте эту кнопку, то есть чтобы в процессе движения у вас воздух шел с улицы. Ну и какой совет хотелось бы дать еще вам в заключении? Вы не просто должны слушать и запоминать то, что я вам говорю, вы должны разбираться в своем автомобиле самостоятельно, чтобы вы с ним подружились на «ты». Вы должны сымитировать ситуацию. Вдруг вам в движении стало холодно, жарко, у вас начало потеть боковые стекла, лобовое стекло, заднее, что вы будете делать, что вы будете нажимать? Это необходимо для того, чтобы уже в процессе управления вы сюда не отвлекались, не искали так, где там какая-то кнопочка. Поэтому нельзя конкретно запомнить, что Моряхин Сергей сказал ставить на единичку и на стекло. Возможно, у вас ноги замерзли в первую очередь. Ставьте печку в ноги, чтобы у вас ноги в первую очередь согрелись, понимаете? А уже потом на стекло. Может быть там мороз 40 градусов, а может быть мороз минус 1. Есть разница пользования. Конечно, добавляйте обдув, если холодно, увеличивайте температуру. Просто вот этими регуляторами вы уже регулируете, исходя из климатических условий. Ну что ж, друзья, сегодня на этом все. Я надеюсь, вам подробно ответил на вопрос, как пользоваться всеми обогревами зимой, в начале, перед тем, как мы прогреваем автомобиль и в процессе управления. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и обязательно поддержите лайк в данный видеоролик. Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока.